приветствую вас я бы сказал что так вот знаете предельно ясно и предельно что чувствуется что вы привыкли подавлять свои чувства вы привыкли подавлять свои эмоции вы привыкли их скрывать вы не привыкли их выражать ну очевидно 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 что это так и вы привыкли избегать от боли избегать от боли и так далее и конечно же конечно вот убегая от боли стараясь от нее избежать вы естественным образом на мой взгляд это абсолютно нормально вот вы естественным образом мечетесь между двумя вот этими вот реальностями которые у вас есть мне кажется что позволю себе чувствовать мне кажется что позволю себе ощущать мне кажется что позволю себе ну позволю себе испытывать боль боль позволю себе испытывать злость по отношению к людям позволю себе выражать её, я имею ввиду боль, злость, обиду и так далее. Ну только делать это, делать это только максимально, скажем так, адекватно, да, максимально конструктивно это делать. Потому что если вы вот немножко так, немножко так посмотрите на себя, если вы так вот немножечко изучите себя, если вы так вот немножечко поисследуете себя, то вы поймёте очень быстро, ну мне так, по крайней мере, кажется, вы поймёте, что речь идёт совершенно не про то, чтобы кого-то оскорбить, речь идёт совсем не про то, чтобы кого-то садить, речь идёт не про то, чтобы, там, кого-то опустить и прочее. вы увидите, что речь пойдёт о том, чтобы выразить себя, чтобы выразить свои ощущения, чтобы выразить, ну, свои, какие-то переживания, да, свои моменты, вот. И мне кажется, что это вот, наверное, самое-самое главное, мне кажется, о чем будет речь. А вы это всё себе запрещаете, вы это всё, как мне кажется, не позволяете себе всё это переживать, вот. И, собственно говоря, в этом заключается, ну, как бы, одна из основных ваших проблем, я так думаю, я так полагаю. Вот. И, соответственно, если мы хотим с этим разобраться, если мы хотим, ну, помочь вам в этом, то необходимо, значит, смотреть в сторону того, чтобы стараться максимально проживать ваши чувства по отношению к людям, независимо от того, что вы чувствуете. Вот. И строить всё-таки контакт, вот, искренне. На искренних основаниях. Вот. Та будет, конечно, больно. Та вас, люди, будут отпрыгать, эээ, и будут вас отталкивать. Это правда. Но, это будет реально происходить, вы будете получать реальный опыт. А пока что вы, эээ, как мне кажется, живёте в опыте больше не реальном. Вот. И, как мне кажется, хорошего в этом нет ничего, особо совсем. Ну, потому что, это такого рода опыт, мне кажется, не помогал ещё никому. Вот. Это то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психо, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, который у меня есть в практике. То есть, ну, то, что вы описываете очень похоже на обесценивание. То есть просто взяли обесценивание, то, что чувствуете, то, что ощущается. Процедование обесценивано. И всё. При этом особо не присматриваясь к тому, да, вот что конкретно вообще вы обесцениваете. Что конкретно вы вообще, ну, от чего конкретно вы отказываетесь. На это вы внимание не обращаете, это важно. Поэтому мне кажется, что в первую очередь вам нужно обратить внимание именно на это. А дальше уже смотреть, как вам хотелось бы или хочется выстраивать отношения с людьми. Вот. Теперь давайте немножко прочитаем ваш вопрос. Так, уже долгое время страдаю от того, что в моей голове реальности. Это реальности хорошо, никто не хочет. Мне кажется, что это правда плохие поступки по отношению к камням. Ну, вот здесь в какой-то степени вы не признаёте того факта, что вам могут хотеть зла и могут на самом деле, могут хотеть причинить боли, могут хотеть вам чего-то плохого условно говоря. Да? То есть, ну, это нормально. Это абсолютно нормально. Это, ну, абсолютно нормально. Это как бы естественно, естественно. Вот. На мой взгляд. Совершенно естественно. Вот. Но вы, вы как бы от этого пытаетесь почему-то уйти, да? От того, что люди хотят вам причинить боль. Вот если они хотят причинить вам боль, то что? Ну, как бы, что это значит? Что это значит? Для, например, вас? Если люди хотят причинить вам боль. Если люди хотят, то вам что-то плохое. Для чего вам, допустим, оправдывать их, вот зачем оправдывать вам людей. Вот. Ну, мне кажется, это такая довольно важная история. Эмммм. Там я еще раз мне задавался меня вот сама, все самые хорошие. Второй, реально, то что наоборот, все как пытаться не охребить, задеть вниз, растоптать. Плохие, хорошие. Когда не защититься, я сейчас выгрузу. Вот. А более подробно в этом надо бы, конечно, уйти в грамм. То есть, когда вы говорите, что меня хотят оскорбить вниз и так далее. А вот, что вы им, что вы имеете ввиду? Говорят, что вас хотят оскорбить вниз и так далее. Ну, то есть, хочется оскорбить, унизить кто, допустим, или как вас это оскорбляет и уничтает. Вот. Ну, ну, конкретно. Да? Это тоже такой очень важный, как мне кажется, момент, момент, момент. Потому что напрямую это влияет на то, как вы устраиваете отношения с людьми. А еще один важный момент, ну, как вот, как мне кажется, момент заключается в том, насколько вам интересна ваша жизнь. Ну, то есть, вот. Вот, в принципе, насколько вам интересна ваша жизнь. Считаете ли вы свою жизнь, например, интересной? или нет? Знаете какая штука? Это очень, очень важный момент, на мой взгляд. Вот, то, что я хотел бы вам сказать, то, что хотел бы вам ответить. Пока что. Дальше. Я не понимаю, как мне быть, где есть право. Правда нет. Это правда то, что вы чувствуете себе, вы не доверяете. Что мне делать в тупике? Что происходит. Это все, вот, не доверяю в себе. Соответственно, я заметил, я делюсь на черное-белое. Другой, я заранее испытываю какое-то ужасное чувство, чувство страха и порой суперстрахочиво, что что-то не так со мной стало. Конечно, так бы у меня была. Подлучивать началось. Раньше я с навыком могу на человеку подбирать, а у меня нет. Это ошибка. Не я кому-то доверять. Мы не доверяем только себя. А другим людям доверять это иллюзиям. Вот. Кто сейчас придется меня оскорбить, кто просто шутит? А как, как, как получается оскорбление? Ну то есть, вот именно оскорбление. Как оскорбление? Как получается? Как это для вас выглядит что-ли? Как вас это может, не знаю, задеть оскорбление? Да, что вы делаете с болью от оскорбления? Это тоже такая очень вайлдная, на самом деле, история. Вот. Потому что одно дело, если вы просто оскорбитесь и, там, условно говоря, там, не знаю, закроете это в себе, забьете это в себе и все. Вот. А другое дело, если вы решите это выразить человек, вы сделаете это, ну, скажем так, вполне себе, ну, вполне себе корректным способом, да? Вот. То есть, мне кажется, что это вот как раз то, на что вам нужно обратить свое внимание сейчас здесь. Вот. Как-то примерно так. Дальше. Так. Я избавился всех близких друзей, боюсь встречаться. Потому что, мало ли не было, у меня осталось совсем одна. Мне просто страшно, просто я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что, Евгения? Вы боитесь от чего-то бежите, я думаю, что вы бежите от собственных переживаний и боли. Вам нужно научиться с ними взаимодействовать, вам нужно научиться с ними обращаться как-то, выращаться с людьми, тогда будет легче. Вот. Сделать это лучше всего со специалистом. Особенно в вашем случае, когда вы с другими людьми сконтакт не поддерживаете. Вот. Ну и с интересами в своей жизни, то тоже обязательно стоит познакомиться несколько поближе. Вот. Потому что сейчас у меня складывается ощущение, что единственное, что вам интересно, это другие люди. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.